Всем привет! Привет! Я Рима. Я Татьяна. Мы лидеры проекта Фаберлик Реалити, вещаем из пункта выдачи Фаберлик, который находится в городе Краснодаре по улице Героя Яцкова, 28. Сегодня у нас день поставки. Мы ждем машину и решили немножечко заснять процессы, как происходит сама поставка, как продукт едет от компании до пункта выдачи. Как раз то, что обычно у вас скрыто от ваших глаз, мы вам все это дело сегодня продемонстрируем. Да, это точно. Татьяна мне будет активно помогать. Все, за работу! Всем привет! С вами Татьяна Берицкая, лидер проекта Фаберлик Реалити. Иду в офис, в фонд выдачи, который в Краснодаре. Сегодня с утра у нас будет поставка, приедут заказики. Это значит, будут видео распаковки. Погода сегодня не очень опять. Который день идет дождь, пасмурно. И сейчас немножко тоже идет дождь. Но меня это не останавливает. Я иду в наш обожаемый офис. Вообще, погоду принимаю любую, какая бы она ни была. Все равно весна, все равно зелень, все равно красиво. Сейчас подошла по аллее. Может быть, надо было уже там начать. Снимать видео, чтобы показать вам, как красиво там на самой аллее. Но ничего, я же не первый раз иду сюда. Еще будет много видео, которых обязательно вы увидите. И мою аллею на моем районе, где я живу. И которая здесь. Так что... Увидимся, наверное, теперь уже в офисе. Перехожу дорогу. Ох, едет ветер. Надеюсь, он на концерте не убьет мою прическу, которую я сделала утром. Ну, я же, как говорю, меня ничего не пугает. Жизнь прекрасна. Жизнь надо любить. Принимать любую погоду, которая есть. Так что, девочки, увидимся. Наверное, теперь уже в офисе. Отключаюсь. Потому что я уже практически подошла к нашему месту. Итак, мы в процессе упаковки коробки, где у нас будут возвраты продукции. Так как у нас есть услуга примерки, люди приходят, меряют, что им не подошло. Мы потом обратно возвращаем в компанию. Для человека это не стоит вообще ничего. Процедура совершенно бесплатная. Чуть-чуть так скотчем потрещали. Здесь меня все равно слышно. Упаковываем коробку. Туда положили документы сопроводительные по всем этим возвратам, которые у нас были. В этот раз у нас одна коробка с возвратом. Вот здесь мы обязательно делаем списку для водителя, чтобы он понимал, что за коробка, с какого пункта выдачи. И потом, когда в компании на складе будут принимать, чтобы было понимание. Ну и дополнительно у нас вот документы лежат. Это будут документы, в которых распишется водитель. Когда мы получим машину и когда мы ему отдадим вот этот возврат. Ага, наши коробки уже поднимаются. Спускаются вниз. Я поднимаюсь с бумажками. Вот машина наша пришла. Дай я тебе это отпишу документы. Вы что делаете для искусства? Да на него это я собрала. Да на него это я собрала. Наши родители. Вот так это выглядит. Мальчики, можете руками помахать. Приехала машина. Вот часть коробок, которые у нас остались. Пошли в офис с помощниками. Пойдем. Иди, не бойся. Я снимаю себе. Рима снимает себе. Все в две руки. Закрываем дверь. Коробки мы уже получили. В офис занесли. Теперь нам нужно все эти коробки, все заказы, которые приехали, отметить в системе. Вот сейчас я зашла в личный кабинет пункта выдачи. Открыла заказы, которые к нам приехали. Ну вот попросила помощи у Татьяны. Она мне сейчас назовет номера заказов. Мы будем отмечать. И как только я галочку в системе поставлю, клиенту, то есть консультанту Фаберлик, который оформил заказ, прилетит уведомление. Либо на электронную почту, либо в смс-сообщении о том, что заказ прибыл в пункт выдачи и его можно получать. Сейчас мы займемся рассылками этих смс-ок. Да, ну давай. Ну все, название. Поехали. Да, 10582. Готово. Так, 14556. Все, полетели смс-ки. Ну в общем, такая несложная процедура, но нужно сделать ее обязательно, иначе человек не поймет, что заказ ему пришел. Все нужно делать в определенной последовательности. Да, все, давай продолжим уже заказы. Все, поехали работать. Ну и дальше вам покажу на собственном примере, как происходит забор заказа. Вы приходите в пункт выдачи, мы находим вашу коробочку с заказом, даем вам вот такую накладную. И в этой накладной вы расписываетесь, что заказ получили, коробка без вашего присутствия вскрыта не была. И по наличию вы обязательно коробку сами вскрываете, проверяете. Если там все в порядке, то же здесь вот такую отметку мы ставим. Два раза да пишем, дату и подпись. Чем я сейчас и займусь. Вот одна из моих коробочек, сейчас я ее буду в накладной отмечать. Ну давай мы посмотрим. Да, да, дата и подпись. А, и обязательно во втором экземпляре надо сделать то же самое. Да, потому что второй экземпляр потом, когда будет заполнен, он уедет в компанию. Да, а другой останется в пункте выдачи. Ну что, мы рабочие процессы по приему поставки вам отсняли. А теперь сидим это видео монтируем. Та-да-да-да-да-да. Вот, мы вообще умеем монтировать и на телефоне, но решили на компьютере. Сейчас всем этим делом и займемся. Ну на этом, наверное, наша реалити-зарисовка подошла к концу. И мы с вами увидимся в следующих видео. Обязательно увидимся. Пока-пока. Пока-пока.